Всем привет! С вами вновь Антон Самогвинов.com Сегодня говорить я очень буду быстро, потому что футажа из игры, о которой пойдет речь, не так много Тем не менее, это очень интересный проект, в который я буквально на днях поиграл Я остался в полном восторге, наложу штаны Поиграл я в нее на ивенте в Москве, приезжали разработчики, рассказывали про игру и, конечно же, давали поиграть Речь идет об игре Alien Isolation Такой новый проект Creative Assembly, для них абсолютно неожиданный, необычный проект Проект, который для Triple N индустрии является необычным, потому что это survival horror во вселенной чужих То, чего очень-очень давно ждали, но никто никак не мог воплотить События игры продолжают, да, сюжет фильма Ридли Скотта 79-го года То есть по тайм-линии сомневшен между первой и второй частями фильма При этом самое интересное в этом проекте то, что он черпает вдохновение из именно первого фильма Который был очень таким медленным и очень напряженным ужастиком и стал, да, настоящей классикой Ну и, собственно, по сюжету мы играем за дочку Рипли, за Аманду, про которую говорят в Special Edition второй части фильма Так ее слегка упоминают, Sega очень как-то нелепо уцепилась за эту деталь И решили рассказать историю дочки Рипли, что выглядит очень притянутым за уши Зато позволяет переместить события игры вот во времена первого фильма И самое интересное здесь это то, что разработчики возвели в постулат То, что они делают игру по кинофильму, да, 79-го года И это Эллиенс вот того образца, не образца Эллиенс 2 и более поздних Как они шутили во время презентации Мы со всей командой договорились, что мы делаем игру не ЖК эпохи, а эпохи CRT, да, электронно-лучевых мониторов То есть это именно вот такая реалистичная фантастика 70-х, в которой был Эллиен Где все очень мрачно, нету никаких плазмоганов Есть только какие-то подручные средства, которыми может пользоваться главная героиня И, конечно же, из металлолома собранные предметы и оружие По концепции The Unleashed напоминает давний уже японский ужастик Hunting Ground времен PS2 Там вся концепция сводилась к тому, что девушка, которая не умеет сражаться Прячется в огромном замке от манека с мешком на голове И, в общем, она могла прятаться в шкафах, под кроватью, да, там, убегать и паниковать Это все, что она могла И при этом нужно было, там, пробираться к какой-то цели, следовать сюжету Ну, а из последних примеров, конечно же, наверное, ближе всего будет амнезия Из Амнезия это такая амнезия в космосе Суть примерно та же самая У вас есть задание, у вас есть датчик движения, который определяет, где же находится чужой А у чужой всего один, как в первом фильме, да, большой, откормленный, коварный и передвигающийся абсолютно рандомно Это главная фишка игры То, что в ней, конечно же, будут срежиссированные моменты Будут скриптовые ролики Будут появления чужих, да, там, после каких-то событий Но большую часть времени вы будете перемещаться по какому-то открытому пространству Где будет свободно бегать чужой И он будет вас выслеживать в соответствии со своими вот способностями Правда, их подрезали немножко То есть мы все играли в Эрли Линд Верси Предатор Знаем, что чужие бегают быстро, видят издалека человека и прочее Ну, вот этого всего здесь нету Ему подрезали экстрасенсорику Он именно походит на чужого из первого фильма От него там можно прятаться под столом и надеяться, что он вас не найдет Ну и, собственно, это и вам придется делать в игре Потому что вот у вас есть открытое пространство Вам нужно, не знаю, добежать до консоли и хакнуть ее И сделать это тогда, когда чужого рядом нету Ну, а когда он рядом, вам предстоит наложить в штаны И попытаться сделать так, чтобы он вас не нашел И не заметил, и прошел мимо И реагирует он на все, на звуки На предметы, которые вы задеваете В общем, дело такое напряженное, надо сказать С такими играми у меня проблема Кто давно меня смотрит, знает Я очень боюсь хорроров Здесь не исключение Ну, у нас вообще, на самом деле, половина журналистов, которые там были Все визжали, короче, на некоторых моментах Ну, потому что, действительно, игра очень напряженная Очень атмосферная В ней потрясающая игра теней С графикой вообще, с картинкой очень круто поработали Здесь, скорее, они за основу взяли второй фильм все-таки Там везде такая синева Эффект VHS пленки испорченной Постоянное изображение шумит Очень крутая постобработка Ну, очень классно, атмосферно Даже интересно, в общем-то, разглядывать окружение и конструкции А это, в общем-то, нужно сделать Потому что игра такая очень медленная Атмосферная Никуда не денетесь Что там будет по сюжету происходить, до конца не ясно Ясно, что Аманда, она прилетает на Настрома, да На корабль из первой части И начинает его исследовать При этом Настром пристыкован к другой станции На этой станции есть обитатели, собственно Которые послали СОС Ну, и Чужой будет не единственным противником Главной героини Будут встречи с другими персонажами И не все персонажи будут вести себя адекватно Ну, и, в общем-то, дема, в которой я играл Она была довольно короткая Там всего несколько сцен В одной мы пролезаем на корабль Видим каюты, очень похожие на те, что были в фильме Исследуем окружение Прячемся от чужого Хакаем консоль После чего следует скриптовый момент Где он там слезает с потолка буквально Как в фильме Ты сидишь под столом И просто обтекаешь от страха Фантастически они клево там все срежиссировали Играют, в общем, на всех страхах фанаты чужого После чего в обход чужого Нужно вот пробраться на спасательную шлюпку Да, и там отсоединиться от основного модуля Фактически сцена повторяет то, что было в финале первого фильма И самое интересное В результате отстреливается целый отсек корабля И чужой тоже остается вместе с нами на нем Интересно в первую очередь то, что действительно чужой И достаточно самостоятельный Он действительно ходит куда ему вздуматься То есть моменты встречи какие-то, да, определенные с ним Они срежиссированы Вот хакнули консоль, он спустился по тонкам Но вот все, что дальше, да, между этими промежутками происходит Это полностью рандом Мы очень так сравнивали свои впечатления Кто-то там по стелсу с первого раза прокрался У меня сдали нервы Я чуть-чуть нажал на стик Герой побежал, издал звук И чужой его тут же схавал В другой раз, было вообще смешно Я там добрался до нужной кнопки Нажал ее И в этот момент главную героиню снес чужой Они реально там очень здорово завязали различные контекстные смерти То есть даже если вы добежали до какого-то места Нажали вожделенную кнопку Если вы спалились при этом Чужой вас сожрет В общем, выводы делать пока рано Потому что, ну, такой геймплей Чтобы сделать его интересным хотя бы на 8 часов Надо очень-очень сильно постараться Напирать на режиссуру На интересные игровые моменты На интересные уровни И посмотрим, что получится Пока что это очень страшно Очень круто играется Но непонятно, если растянуть это на всю продолжительность игры Что там? В любом случае, Alien Isolation Это один из самых интересных проектов ближайшего времени Да, из недавно анонсированных И очень меня радует, что он отличается от других игр Да, это уже само по себе хорошо И я надеюсь, что Creative Assembly Удастся в новом жанре для себя выступить в полную силу Пока выглядит здорово В общем, берите на заметку На этом все Спасибо, что смотрели, слушали Не забывайте ставить лайки Если вам понравилось Больше лайков, больше желания делать еще что-то Также напоминаю, что мы собираем благодарности С целью поддержать проект Об этом подробнее в блоге Ссылка внизу Ну и до скорого Эта неделя, как я уже говорил У нас очень насыщенная, напряженная И будет очень-очень много всего интересного Увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok